Телеканал КРТ представляет Как вводится в таких случаях, версии сторон о том, что послужило причиной обострения конфликта, разнятся. Так, в день начала конфликта Министерство обороны Азербайджана сообщило, что начиная с полудня, цитирую, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на направлении Товузского района Азербайджана-Армянской государственной границы, открыли огонь по нашим позициям, используя артиллерийские установки. Армянские вооруженные подразделения, по словам руководителя пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы, попытались перейти в наступление с целью захвата позиций азербайджанской армии. В свою очередь, армянская сторона выдвигает несколько иную версию. Так, пресс-секретарь министра обороны Армении Давида Танаяна Шушан Степанян опубликовала письменное заявление в своем аккаунте в Фейсбук. По ее словам, цитирую, «Около 12.30 военнослужащие вооруженных сил Азербайджана по неизвестным причинам попытались пересечь государственную границу Республики Армения на автомобиле УАЗ. После предупреждения армянской стороны, азербайджанские военнослужащие оставили свой автомобиль и вернулись на свои позиции. В 13.45 военнослужащие вооруженных сил Азербайджана повторили попытку занять пограничную позицию вооруженных сил Армении, используя артиллерийский огонь, но подверглись давлению с армянской стороны и были отброшены». В подтверждение своих слов, армянские ресурсы выложили фото и видео, на которых виден, предположительно, тот самый азербайджанский автомобиль УАЗ. В следующие дни приграничное противостояние между Арменией и Азербайджаном продолжалось. Стороны несли потери и порой весьма существенные. Так, 14 июля в боях на Тавузском направлении погибли офицеры азербайджанской армии генерал-майор Палат Гашимов и полковник Ильгар Мирзаев. В целом, по официальным данным Азербайджана, за время обострения конфликта погибло до 30 военнослужащих его вооруженных сил. По сообщениям армянской стороны, на 16 июля погибли два офицера и два младших сержанта, ранили два полицейских, 20 военнослужащих и один мирный житель. Еще 16 военнослужащих получили легкие ранения, не требующие стационарного лечения. При этом западные российские СМИ сообщают о том, что при такой интенсивности боестолкновений, которое имело место, потери каждой из сторон могут исчисляться примерно сотней убитых и несколькими сотнями раненых. По состоянию на 20 июля ситуация на границе двух государств Южного Кавказа сравнительно стабилизировалась. Похоже на то, что большой войны в регионе на этот раз удалось избежать. Однако дипломатические перипетии вокруг конфликта продолжаются. Так, 13 июля, на следующий день после начала конфликта, Турция поддержала Азербайджан. Глава турецкого МИД Мевлюд Чавушаглу заявил, что Турция призывает Армению опомниться и готова оказать любую посильную помощь Азербайджану. То, что делает Армения, неприемлемо. Пусть она соберется с мыслями. Нельзя сказать, что позиция Турции была непредсказуемой и кого-то удивила. В предшествующие годы Анкара также демонстративно поддерживала азербайджанскую сторону и принимала участие в торговой блокаде Армении. Вот что говорил о позиции Анкары в августе прошлого года глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Цитата. Отказ Турции от установления дипотношений с Арменией, экономическая блокада, последовательное отрицание факта геноцида армян, а в последнее время и оправдание геноцидальных действий, очевидная и безоговорочная поддержка Азербайджана в вопросе Карабаха создают для Армении серьезную угрозу безопасности. Как видим, мягко говоря, непростые отношения Турции и Армении на протяжении долгих лет, равно как и обилие исторических проблем между двумя странами, делали поддержку Баку со стороны Анкары в конфликте с Ереваном практически неизбежной. Но выльется ли эта поддержка в нечто большее, чем просто совместная блокада Армении и помощь в подготовке военных? Реальна ли перспектива участия турецких войск или неких прокси, вроде частных военных компаний в армяно-азербайджанском конфликте? Активный и жесткий стиль внешней политики Турции в последние годы намекает на то, что разговоры о вероятности ее военного вмешательства в конфликт в Закавказье – не пустой звук. Однако следует понимать, что в данный момент турецкие вооруженные силы и прокси уже вовлечены в два военных конфликта – в Сирии и Ливии. Перспектива окончания этих войн, берущих свое начало с революционных политических процессов арабской весны, пока не просматривается. Сомнительно, что, будучи вовлеченной уже в две войны, Анкара горит желанием ввязаться в третью. В этой связи мы склонны считать, что жесткая дипломатическая риторика Турции в вопросе армяно-азербайджанского конфликта – это угрозы, призванные купировать чрезмерную эскалацию, а не стремление к вмешательству. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и позицию России в вопросе обострения конфликта. Она, хоть и была довольно сдержанной, дала понять, что в Москве держат руку на пульсе происходящего. 13 июля, после переговоров Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, российский МИД опубликовал заявление, в котором значилось, цитата, Россия подчеркнула важность всех членов Минской группы ОБСЕ продемонстрировать ответственный подход в оценке разворачивающегося конфликта и избежать деклараций или действий, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию напряжений. По сути, это был непрямой намек Турции, которая является одной из стран-участниц Минской группы ОБСЕ, созданной в начале 1990-х годов для урегулирования Карабахского конфликта. Другой намек в адрес Турции озвучил 16 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, указав, что, цитата, «Страны, которые окружают, которые граничат с этим регионом, должны проявлять максимум взвешенности, ответственности и сдержанности, в том числе в публичной риторике». Напомним, в армянском городе Гюмри, возле турецкой границы, расположена 102-я российская военная база, в которой дислоцированы около 5000 человек. Так что в случае активизации конфликта Анкара и Москва могут оказаться втянутыми в него на разных сторонах, как это уже происходит в Сирии и Ливии. Ни в России, ни в Турции в этом не заинтересованы. Потому, вероятно, в ближайшие недели стоит ожидать смягчения дипломатической риторики вокруг армяно-азербайджанского конфликта и направления ее в русло мирного урегулирования. Как водится, в подобных случаях не обошлось и без Украины. 13 июля Киев в официальном заявлении МИД выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Однако в последнем абзаце документа говорилось, что украинская сторона, цитирую, выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской республики в рамках ее международно признанных границ. При этом в тексте заявления присутствовали отсылки на резолюцию ООН, касавшиеся Карабахского конфликта, хотя нынешнее обострение произошло не в Карабахе. Данное обстоятельство вызвало недовольство армянской стороны. И 14 июля посол Украины в Армении Иван Кулеба был приглашен в МИД Армении на беседу. На следующий день несколько десятков представителей молодежного крыла партии Дашнак Цутюн провели акцию протеста перед посольством Украины в Армении. Одним из лозунгов митингующих стала фраза «Ешьте вами же сваренный борщ». Видимо, в качестве реализации этого лозунга участники протеста облили украинское посольство борщом. Комментируя эту новость, отметим лишь то, что протестов армянской стороны можно было легко избежать, выбрав для заявления более нейтральную формулировку. Скажем, достаточно было упомянуть, что Украина выступает за урегулирование конфликта на основании норм международного права. Ну а так поймали очередную дипломатическую оплеуху. Продолжение следует...